Киберпреступлений в Гродненской области стало существенно меньше. Для сравнения, в феврале за сутки регистрировали 9 фактов, в марте – 1. Всего в настоящий момент в регионе зафиксировано 274 преступления в сфере интернет-мошенничества. Тенденцию к снижению начали отмечать во второй половине прошлого года. Сейчас на территории области и в целом по стране их стало еще меньше, говорят в УВД. Прежде всего, это связывает с профилактической работой, недостаточным освещением данной проблемы. Кроме того, с конца февраля такое снижение вызвано в том числе военным конфликтом на территории Украины. Со слов правоохранителей, часть колл-центров, из которых поступали звонки белорусам, находились на территории соседнего государства. В марте зарегистрировано всего 13 киберпреступлений. По-прежнему популярными остаются вишинг и фишинг. В последнем случае злоумышленники орудуют на торговых площадках объявлений. Они вынуждают пользователей уйти из площадки на общение в мессенджеры. Там присылают ссылку, которая ведет на поддельный ресурс подконтрольный мошенникам. Как правило, он похож на страницу интернет-банкинга. Перейдя по ней и внеся реквизиты банка, у преступников есть возможность похитить деньги. Среди фактов фишинга регистрируется, пускай не так много, но все же есть единичные факты, когда жители нашей области становятся жертвами такого преступления, как фишинг, путем перехода по ссылке в поисковике. К примеру, человек хочет зайти на свою страничку в интернет-банкинге, в поисковике, в гугле, в яндексе, неважно, набирает интернет-банкинг, например, Беларусьбанка. В результате кликает на первую попавшуюся ссылку, а эта ссылка, опять же, его приводит не на подлинный сайт, то есть не на сайт интернет-банка, на страницу авторизации интернет-банкинга, а на поддельную страницу, которая может физически находиться где-нибудь в Тайване или на другом конце света, и подконтрольная, естественно, злоумышленникам. Таким образом, банковские реквизиты передаются мошенникам. Еще одна популярная схема – оформление кредитов. В телефонном разговоре, представляясь сотрудником банка или милиции, заявляют, что на человека оформлен кредит, и склоняют к его получению. Ничего не подозревающие люди передают банковские реквизиты, что облегчает работу мошенников. Бывают случаи, когда предлагают установить на компьютерах или смартфонах защитную программу, а по факту именно она помогает злоумышленникам снять со счета деньги.